Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ в студии Ольга Дмитриева. Сегодня в программе вы увидите по программе губернатора. Каждое новое или отремонтированное медучреждение округа будет соответствовать новому стандарту качества. Благоустройство дворов. С места проведения работ на улице Маяковской в Звенигороде сюжет нашего корреспондента. Социальная ипотека. Счастливой обладательницей сертификата на жилье стала врач Одинцовской областной больницы. 10 августа 1500 года открыли остров Мадагаскар. Корабль португальского мореплавателя Диего Гудиаша в составе флотилии направлялся в Индию и попал в шторм. В результате сбился с курса, обогнул Южную Африку и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки и попытался найти порт Мозамбик, но понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. В 1501 году он вернулся в Португалию и стал первым европейцем, кто обогнул Африку от Одинского залива до Гибралтара. Полученные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф. В 1502 году он составил карту с изображением одного из величайших островов Земли. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 231 год назад в Париже вспыхнуло народное восстание. Люди двинулись к Тюллерийскому дворцу, где разгорелся ожесточенный бой. Король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта, спасаясь бегством, укрылись в здании законодательного собрания. Защитники дворца капитулировали. Монархию, которая просуществовала во Франции около тысячи лет, свергли. Власть перешла в руки революционной коммуны Парижа. Также был издан декрет о созыве национального конвента. С этого момента в его выборах принимали участие все мужчины, достигшие 21 года. 10 августа 1793 года Лувр впервые открыл свои двери как художественный музей. Первоначально здание построили в качестве крепости на правом берегу Сены для защиты Парижа с запада. В 16 веке Карл V сделал из него жилой замок. А после того, как Людовик XIV построил Версаль, Лувр забросили. Он оставался пустым до тех пор, пока Академия искусств не стала устраивать в нем художественные салоны. Впервые двери музея открылись во время Французской революции. При Первой империи его называли Музеем Наполеона, который и сам внес особый вклад в расширение коллекции. Сегодня Лувр насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. 10 августа 1893 года отмечают Международный день биодизеля. Двигатель создал немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель в 1890-х годах, а первая публичная демонстрация его работы состоялась в городе Аугсбурге. Это событие принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. Еще сегодня отмечают День попутного ветра и праздник Смоленской иконы Божией Матери. 10 августа 1894 года в Петербурге родился русский и советский писатель Михаил Зощенко. Окончил гимназию в Петербурге. Всю молодость провел на войне, сначала Первой мировой, потом Гражданской. В 1922 году вышла его первая книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» и ряд рассказов, которые и принесли известность. В 1920-30-х годах Зощенко был популярным писателем в СССР. Много ездил по стране с выступлениями, его книги многократно переиздавались. С началом Великой Отечественной войны писатель хотел пойти на фронт, но его не допустили по состоянию здоровья. По его произведениям снято несколько фильмов, в том числе комедия Гайдая «Не может быть». Также в этот день родился российский актер театра и кино Андрей Краско, а еще актер, продюсер и режиссер Антонио Бандерас. В Московской области повышается качество и доступность учреждений здравоохранения. Строят новые и реконструируют уже существующие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность современных медучреждений с качественным оборудованием и профессиональными специалистами. Подробнее об изменениях в нашем округе в материале Екатерина Крамор. В рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье строят и ремонтируют больницы, поликлиники и медцентры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, как важно повышать качество и доступность учреждений здравоохранения. Здоровье, как говорят, источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. Но также очень важно теплое человеческое отношение. В этом году в Московской области на 80 объектах ведут капитальный и текущий ремонт. Каждое новое или отремонтированное учреждение должно соответствовать новому стандарту качества. В Одинцовской областной больнице продолжают масштабные работы в хирургическом корпусе. Здесь расширят реанимацию и увеличат пропускную способность. Работы уже, так скажем, начаты и планы завершения должны быть в первых квартал 2025 года. После завершения работ у нас будет совершенно новый обновленный хирургический корпус. Это будут комфортные палаты. В каждой палате будет находиться санитарный узел. Санузел будет находиться в каждой палате. У нас появится МРТ в этом корпусе, чего тоже не было никогда. Соответственно, мы отремонтируем само помещение КТ. Рядышком у нас будет находиться аппарат МРТ. То есть, тем самым, можно сказать, что в этом корпусе находится вся диагностика, в том числе тяжелая диагностика. Изменения коснулись и детских медучреждений у округа. В этом году они приняли участие в проекте поликлиника «Перезагрузка». Открыли отделение реабилитации, кабинет медико-социальной помощи для детей-инвалидов и обустроили комнату здорового ребенка, в который принимает врач-педиатр. К этим поликлиникам относятся наше первое педиатрическое отделение детской поликлиники Барвиха и Звенигород. Второе и третье педиатрическое отделение также будет приведено к стандартам, требуемым проектам. В рамках проекта реализована уже часть задач, и остальная часть задач запланирована на окончание этого года. А еще с апреля в Одинцовье функционирует центр диспансеризации на улице маршала Бирюзова. Обследование в нем прошли уже более 5 тысяч пациентов округа. Ежедневно медучреждение посещает более 60 человек. «Медицинские мероприятия в рамках диспансеризации включают обследование из специалистов – это гинеколог, терапевт, и это в рамках первого этапа диспансеризации. И второй этап диспансеризации – это хирург, колопрактолог, это врач-окулист». Жители округа отмечают удобство центра, ведь всех необходимых специалистов можно пройти в одном здании и достаточно оперативно. «Очень приятно, что есть такое учреждение, в котором все специалисты сосредоточены, и за один день мы можем обследоваться. Огромная-огромная благодарность». В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты и подстанции скорой помощи. Дополнительно в нее включат еще 51 объекта здравоохранения. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». С начала года более 36 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных. Мера поддержки в размере 20 тысяч рублей предназначена для покупки предметов и средств по уходу за малышами. На эти цели выделено более 722 миллионов рублей. Для получения выплаты хотя бы один из родителей должен быть гражданином России. А свидетельство о рождении ребенка выдано органам ЗАГС Московской области. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Подмосковье. Безопасность и комфорт на территории школ и детских садов контролируют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Сотрудники учреждения образования при помощи чек-листа фиксируют состояние мусорных контейнеров, входных групп, освещения, качество уборки и т.д. Результаты направляются модератору из числа сотрудников администрации округа. Если он видит недочеты, то возвращает задания на доработку. Каждую неделю в регионе проводится около 50 тысяч проверок. Новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму более 250 тысяч рублей поступило в медучреждения Московской области. С начала года в больницы поставили 24 единицы техники. Это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. Оборудование применяют для проведения диагностики пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей. Новый многопрофильный торгово-развлекательный центр построят на территории Одинцовского округа. Застройщик планирует вложить в реализацию проекта 850 миллионов рублей. Площадь здания составит 32 тысячи квадратных метров. Центр вместит в себя ритейл-кластер и фудхол с террасой. Открытие центра запланировано на третий квартал 2024 года. Будет создано 150 рабочих мест. На еженедельном совещании в администрации округа обсудили реализацию программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. На этой неделе отремонтировали 4 объекта и еще 9 дворов готовы на 80%. Сейчас ведут ремонтные работы на улице Маяковской в Звенигороде. На месте побывала наша съемочная группа. Старый асфальт уже убрали, готовят тротуарные дорожки. В квартале Маяковского в Звенигороде идет благоустройство двора. Здесь полностью обновят проезжую часть, пешеходные зоны и парковки. По объемам порядка 3000 квадратных метров проездов внутриквартальных, внутридворовых меняем асфальт. Порядка 150 метров квадратных парковок и 1500 метров пешеходных коммуникаций. Имеется в виду там, где не ездят автомобили, где ходят граждане. Это проходы вдоль домов и тропиночная сеть внутри двора. Спецтехника начинает работу в 8 утра. Несмотря на шум, местные жители только рады. Говорят, двор давно требовал ремонта. Теперь мечтают, чтобы он преобразовывался и дальше. Детку и спортивных снарядиков поставили бы нам рядышком здесь. Самое главное, снаряды были бы большие. И вот там дорожки и лавочку поставили, кусточка. Вот не знаем, как там лавочки-то поставить или не поставить. Дорожку-то освежили. Благоустройство дворовых территорий проводят и в других районах округа. Всего отремонтируют 29 объектов. Андрей Иванов напомнил, что все работы должны завершить до 20 августа. Есть ли какие-то дворы, которые мы видим в зоне риска до 20 августа? Андрей Иванович, глобально нет. Вопрос только будет опять же в мелочах. Если у нас где-то появятся опоры, которые не перенесены, колодец, который провалился в процессе укладки асфальта. Даже при возникновении таких форс-мажоров сроки не должны сдвигаться, резюмировал глава. На этой неделе обновят еще семь дворовых территорий. Готовность еще девяти превышает 80%. В парке рядом с большим московским цирком на проспекте Вернацкого восстанавливают три фонтана. Скульптуры демонтировали и разобрали водные сооружения. Специалисты уже завершили все основные земляные работы и обустраивают чаши фонтанов. Их отольют заново, восстановят оригинальную форму и размеры. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В Москве открылся новый центр нефрологии для лечения детей с заболеваниями почек и органов мочеводелительной системы. Учреждение крупнейшее в России отделение диализа и хирургическое по пересадке почки. Проводят компьютерную томографию, МРТ и полный спектр лабораторных тестов. Центр для детей от одного месяца до 18 лет из всех регионов страны. Помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия, проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе Москвы. В общей сложности планируется обновить более 64 тысяч квадратных метров асфальта. После завершения работ нанесут дорожную разметку – осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Расписание движения поездов на Казанском направлении изменится с 12 по 14 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии московских центральных диаметров. Интервалы движения увеличат от 20 до 40 минут. Часть поездов будет прибывать и отправляться от станции Перова, а чтобы добраться до центра, не рекомендуют пользоваться станцией Выхина – здесь большой пассажиропоток. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Социальная ипотека. Счастливой обладательницей сертификата на жилье стала врач Одинцовской областной больницы. Первый раз в первый класс. Советы психолога, как подготовить ребенка к школе в сюжете нашего корреспондента. Про людей. Об исследовании родного края расскажет руководитель Одинцовского поисково-спасательного отряда в нашей еженедельной рубрике. Счастливой обладательницей сертификата на жилье по государственной программе Подмосковья социальной ипотекой стала врач Одинцовской областной больницы Дина Дашевец. Она рассказала нашей съемочной группе, почему выбрала такую профессию и об участии в программе. Дина Дашевец работает в Одинцовской областной больнице уже два года. Окончила Ивановскую государственную медицинскую академию и затем интернатуру по терапии. Но поняла, что не хочет останавливаться на достигнутом. Поэтому в 2018 году прошла первичную переподготовку по ультразвуковой диагностике. В Одинцовской областной больнице я занимаюсь именно эхкардиографией и ультразвуковым исследованием сосудов. Соответственно, здесь пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ей нравится то, чем она занимается, говорит врач. Именно диагносты выявляют на ранних этапах проблемы со здоровьем. У нас каждый день учеба, каждый день что-то новое, что-то новое каждый день читаю, прохожу курсы. Каждый год последний был учеба в Монике по ультразвуковой диагностике. Учеба также проходила осенью по ультразвуковому исследованию сосудов. В 2019 году проходила учеба именно по эхкардиографии. О социальной ипотеке для врачей узнала в отделе кадров. Список документов немаленький, но оно того стоило. Месяц ожидания и заявка на ипотеку одобрена. Теперь Дина Дашевец счастливая обладательница сертификата на социальную ипотеку. Пока только я получила сертификат, сейчас находимся на этапе выбора квартиры. Скорее всего, это будет вторичный рынок жилья. Пока подбираем. Условия социальной ипотеки для врачей достаточно комфортные. Половина суммы от стоимости квартиры оплачивается сертификатом, который выдает правительство Московской области. А самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Главное условие после получения работа 10 лет в одной организации. Государственная программа Подмосковья стартовала в 2016 году и будет действовать до 2027. Получить социальную ипотеку могут учителя, врачи, молодые ученые и фельдшеры скорой помощи. В Магаданской области выпал летний снегопад. За этот сезон это уже не первый такой случай. Осадков оказалось так много, что на трассах за городом затруднен проезд. Для таких регионов подобные явления не редкость. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там будут довольно холодными, но летнее тепло еще порадует жителей. О других новостях России расскажем в нашей следующей рубрике. Строительство трассы Москва-Казань на завершающей стадии. Одним из знаковых событий стало недавнее соединение двух частей моста через Волгу. Там будет четыре полосы, по две в каждом направлении. В сентябре откроют проезд от Москвы до Арзамаса, а к концу года уже до столицы Татарстана. Предполагается, что в будущем эта дорога станет частью международного транспортного коридора «Россия». Это позволит улучшить торговые связи нашей страны с государствами Азии. Во всех медицинских учреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот. Эта система позволяет сохранить всю информацию по пациенту, историю болезни, результаты исследований и назначения. Пациенты получают доступ к информации через личный кабинет или в региональном мобильном приложении. В республике Алтай порозовел ледник водопадный. Цвет объясняется массовым цветением водорослей. Красный пигмент им помогает лучше переносить низкие температуры. По мнению ученых, это может привести к ускорению таяния ледника, так как снижается отражающая способность его поверхности. Школу важный этап не только в жизни детей, но и их родителей. Советы психолога, как подготовиться к первому сентября, в нашем следующем сюжете. Рассматриваем карточки с котиками и думаем, что же мы там видим. Август – не только последний месяц лета, но и время, когда родители и дети готовятся к началу учебного года. Чему научить ребенка, как подготовить будущего первоклассника к встрече со школой? На эти и другие вопросы мы узнали ответы у психолога. Ребенка невозможно за месяц перед школой, о, вдруг, да, школа начинается настроить. В принципе, это достаточно длительный процесс. И если ребенок посещает детский сад, то подготовительная группа, она готовит ребенка уже к этому процессу. И, скорее всего, проблем вообще никаких не возникнет. К семи годам у детей начинается учебная деятельность, которая является ведущей в этом возрасте. Однако сами дети по-разному представляют себе учебный процесс. То, что там будут учить, будет очень много детей. И что там точно будет математика. Потому что там будут друзья. И там не будет тихого сна. И пусть для кого-то после обеденный сон – настоящее испытание. И все же нужно помнить, соблюдение режима дня необходимо для того, чтобы ранний подъем не стал стрессом для первоклассника. Еще один важный залог успеха – это эмоциональный настрой ребенка и взрослых членов семьи. Переживания родителей зачастую отражаются на детях. По мнению психолога, школьная пора – новый и важный, этап в жизни каждого. Здесь важно слушать и слышать своего ребенка, не обесценивать его чувства, взять под контроль личное беспокойство и довериться профессионалам. Преподаватели и методисты, и психологи детского сада точно знают, как подготовить вашего ребенка и сминимизировать какие-то проблемы, которые могут наступить у первоклассника. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания ОТВ. О своих первых экспедициях, исследовании родного края, краеведческой работе и поисковой деятельности рассказал руководитель Одинцовского поисково-спасательного отряда Антон Кузнецов. Рубрика про людей далее. Подготовка к экспедиции, изучение местности по картам, а главное – ответственная команда. Антон Кузнецов вместе со своим поисково-спасательным отрядом отправляется на новую точку на раскопке. Им предстоит большая аналитическая работа и кропотливый труд. Пишут поисковикам – помогите найти место захоронения. Пишут со всей страны – а вот вы работаете в Московской области, а вот в битве за Москву у нас пропал прадедушка, а вы не знаете ли где. И начинаем как-то эти истории раскручивать и людям стараться помочь. Ну, кроме своей непосредственной задачи, то, от чего, собственно, интерес, от мальчишеского интереса к исследованиям и раскопкам. Собственно, большинство людей так и приходит в поиск от интереса к истории своей родной земли. Именно поисковики, несмотря на зной или холод, берут в руки лопаты, щупы, карты и архивные документы и отправляются в свой поход. Увековечение памяти и восстановление исторической справедливости – именно это и является главной задачей для Антона и его отряда. Бывает, что мы там и реконструкцию блиндажей делали, и, например, на партизанской базе мы раскапываем землянки партизанские полностью, сплошняком, чтобы увидеть, как они были устроены. Там сохранились бревна, деревянные конструкции. Мы видим, как это между собой соединялось, где лежанка была, где печка. То есть в исторических научных целях мы это делаем методом такой тоже военной археологии. За годы своей деятельности отряду удалось найти и перезахоронить десятки бойцов, оставшихся на полях сражений в годы Великой Отечественной. А в некоторых случаях и восстановить многие исторические эпизоды боев. Также добровольцы создали и развивают электронную книгу памяти. Совсем скоро начнется новый сезон. Китиш будет проводить разведки и экспедиции на территории нашего округа. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Израильские ученые пришли к выводу. При недосыпании головной мозг начинает поедать сам себя. Если вы спите слишком мало, вам грозит гораздо больше, чем просто усталость. Мозг восстанавливает поврежденное ДНК только в покое, если времени для этого недостаточно. Разрушение нервных клеток чревато и такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. О других событиях и открытиях в мире прямо сейчас. В конце августа на озере Лох-Несс в Шотландии состоятся крупнейшие за последние 50 лет поиски лох-нессского чудовища. В экспедиции примут участие активисты и волонтеры. Интересно, что в 1972 году Бюро исследований Лох-Несса уже проводило подобные поиски. На этот раз планируется использовать новые технологии. Дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, который поможет обнаружить необычные звуки под водой. В Южноафриканской республике пес спас хозяйку от ядовитой змеи. Рептилия спряталась во дворе дома под столом. Пес ее обнаружил и начал лаять. Женщина вызвала ловца змей. Сначала он решил, что под досками притаилась кобра, но когда отодвинул их, понял, что это ядовитая черная мамба. В итоге змею поймали, а эта ситуация показала, как важно прислушиваться к домашним питомцам. В Таиланде работает удивительный музей Эрован. Здание состоит из трех этажей, последний уровень которого находится внутри статуи гигантского трехголового слона. Музей построили в честь персонажа индуистской мифологии, слона Эрована. Экспозиция содержит коллекцию работ, которые отражают представления об устройстве Вселенной. Первый этаж символизирует подземный мир, средний – мир людей, а последний, который находится внутри слона, представляет рай. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, дождей не обещают. Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла, ночью в 16-18. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями о молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро» на ОТВ в студии Ольга Дмитриева. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова